Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешья. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Один год и 100 миллионов рублей. МВД достроит ведомственные дома в Кудепсте. Такой ответ получил депутат Госдумы. Книги, монеты и штык-нож. Новые экспонаты в Музей истории передали сочинские таможенники. Он и она. Гордость и смирение. Вечные темы станут для сочинских выпускников пропуском к ЕГЭ. Субботник по средам. Жители сочинского микрорайона Макаренко решили завести новую традицию. Краевой бюджет на следующий год составит больше 353 миллиардов рублей. Это сумма с учетом федеральных средств. Сегодня в региональном законодательном собрании проект финансового документа прошел первое чтение. Около 70% средств власти планируют направить в социальную сферу. Основные траты на образование, здравоохранение и выплаты бюджетникам, многодетным семьям и ветеранам. В заседании принял участие глава Кубани. В своем докладе Вениамин Кондратьев отметил, что главное сегодня правильно расставить приоритеты. Не то, что мы говорили о расходах с доходами, а о соотношении того, что сказали, что заявили, что мы сделали. Вот это намного важнее, потому что людям, жителям края вот это важно. Не наши дискуссии, не наши разговоры, и даже не наши приоритеты, что мы расставляем. Им нужен реальный результат в окружающем их мире, в тех станицах, где живут они, в селах, поселках, городах. Им нужен реальный результат, в том числе реализации региональных и национальных проектов. Вот что им нужно. Поэтому давайте контролировать вот эти вот десятки миллиардов рублей, которые мы с вами не только предусматриваем бюджеты, мы выделим, чтобы они сработали, эти десятки миллиардов рублей, на самом деле на жизнь. И жителей нашего края, и в целом всего нашего региона. На качественную жизнь, на комфортную жизнь. На самом деле, на экономику, на ее развитие. На то строительство, на которое мы выделяем, чтобы мы построили. В будущем году на краевые деньги планируется отремонтировать 40 больниц. Появится 61 офис врача общей практики. Не обошли стороной дороги. Власти планируют и реконструировать старые, и строить новые трассы. Важная статья расходов – поддержка экономики. Только в агропромышленный комплекс направят больше 8 миллиардов рублей. Безопасные и качественные дороги, образование и демография. Как исполняются, нацпроекты обсудили в Краснодаре. Министры и главы районов доложили губернатору о ходе строительства школ, детских садов, больниц, парков и скверов. Кроме социального блока, подробно остановились на цифровизации. И как бы в подтверждение представили новый сайт, на котором любой житель Кубани сможет в онлайн-режиме наблюдать за региональными проектами. Если до сих пор вы не знаете о том, что такое национальные проекты и как они влияют на жизнь каждого кубанца, то добро пожаловать в интернет. Во всемирной паутине заработал официальный портал. Скоро появятся даже онлайн-камеры на самых важных объектах. О запуске портала говорили сегодня на отчетном совещании по реализации нацпроектов. Министры в Краснодаре и главы районов по видеосвязи отчитались перед губернатором об освоении бюджетных средств. Образование, демография, здравоохранение. В край 45 региональных проектов по 11 направлениям. До конца года остается всего месяц и уже можно подводить предварительные итоги. В так называемую «зеленую зону» попали проекты, показатели по которым уже выполнены. Здесь культура и безопасные качественные автодороги. Первые результаты видны в реальной жизни, в том числе и по проекту «Комфортная городская среда». Это те направления, которые жители могут оценить, что называется, невооруженным взглядом. Национальные проекты – это проекты, в реализации которых заинтересована вся страна, все жители. Каждый житель, в том числе и нашего региона, нашего края. Поэтому и парки, и скверы будут приниматься комиссионно вместе с общественниками, вместе с жителями. Всем приятно, когда рядом находится благоустроенный, комфортный либо парк, либо сквер, либо в ближайшей доступности он. Но благоустроенный и комфортный. Поверьте, они оценивают власть в том числе и поэтому. За год в районах края привели в порядок больше 300 парков и скверов. На подходе еще 68 объектов. Под особым контролем и социальная сфера. Благодаря нацпроекту только в Краснодаре сейчас возводится 8 новых школ. Масштаб небывалый, но важно не только их количество, но и качество. Чем будут питаться ученики – вопрос, который не касается нацпроектов. Но губернатор просит чиновников в этом случае выходить за рамки. Сейчас в крае нет общего подхода к обеспечению детей горячим питанием. Разные цены, меню и даже столовые есть не везде. Венимин Кондратьев поручил разработать отдельную программу. Давайте посмотрим внимательно на школьное питание, на доступность, на качество, естественно, и возможность в комфортных условиях питаться школьникам. Давайте, посмотрите, сколько у нас школ без столовых. На следующий год, вот, Анна Алексеевна, давайте предусмотрим эту программу под столовые в школах. Там, где этих столовых в этих школах нету, должны эти столовые появиться. Инициативу главы региона поддерживают в законодательном собрании. Спикер Кубанского парламента пообещал вынести на рассмотрение изменения в краевой бюджет. Я согласен, что это может быть мало, так сказать, численные школы. Но это наши дети, это наше будущее. И, наверное, создание равных условий – наша общая задача. Если такая программа будет, безусловно, она требует внимания и поддержки. На сегодняшний день в крае кассовое исполнение по национальным проектам достигло уже 15 миллиардов. По словам руководителя регионального проектного офиса Светланы Герих, вопросы остались только к скорости составления проектов и смет при строительстве социальных объектов. Мы проанализировали конкурсную документацию по социальным объектам, которые строятся. Там есть графики выполнения работ. И от качества графика выполнения работ зависит о том, сможем ли мы предъявить какие-то требования недобросовестному подрядчику. И вот из четырех графиков качественно составлен только один. У нас в работе должны быть сторонники, команда должна быть. Поэтому давайте так, если вдруг вы явно видите, а вы видите, где еще и специально вот такой график составленный, по которому ни с какого подрядчика ничего не спросить. Вот есть замы глав, которые отвечают, которые утверждали такой график, согласовывали. Таких вот коллег не стоит нам беречь, не нужно. Не нужно, потому что с ними точно ничего не достигнешь. Давайте мне фамилии тогда и конкретно тех должностных лиц, которые вот так вот халатно относятся к выполнению региональных проектов. Зам, который отвечает за то или иное направление в реализации регионального проекта, отвечает должностью. Поэтому даже намеков на перенос сроков быть не может. Со следующего года деньги из федерального бюджета станут выделять сразу на трехлетний период. Коллеги, если до 25 декабря нам федеральный центр доведет деньги, то как минимум до 25 января 2020 года мы должны сформировать план мероприятий по реализации региональных проектов на следующий год. Вот это я попрошу отразить в протоколе и довести до всех. В течение месяца мы должны сформировать план мероприятий, сказать так, дорожную карту на следующий финансовый год и согласовать его со всеми министерствами и ведомствами и приступить уже в феврале к реализации. Протокол рассылайте под роспись всех ответственных на случай лиц, должностных. Чем быстрее будут готовы документы, тем скорее на местах смогут приступить к реализации. Ну а следить за ходом исполнения любой житель Кубани сможет на новом интерактивном портале, на котором кураторы региональных проектов смогут получить обратную связь. Проблему с подачей воды, самозахват земельных участков и выселение семьи из единственного жилья. С этими и другими вопросами жители курорта обратились к депутату Государственной думы Константину Затулину, который накануне провел в Сочи традиционный прием граждан. Отметим, на этот раз сразу несколько заявителей рассказали депутату о проблемах, решение которых находится в ведении Министерства внутренних дел. Жительницы поселка Якорная щель обеспокоены не на шутку. В советские времена там было образовано подсобное хозяйство, где их родители получили дома барачного типа от санатория ФМВД «Салют» и «Искра» в безвозмездное пользование. Позже на общем собрании предкам выделили и землю. Семьи разрастались и строили на участках новые дома, в которых их потомки живут до сих пор. Однако в период развала СССР наследникам удалось приватизировать лишь бараки. А вот придомовые участки оформить не удается. Земля федеральная и числится за Министерством внутренних дел. Давали каждому кому сотка, кому полторы, кому пять. И каждый пристраивал к ней что может кухню, дровянник, кто-то кур держал. Прошло 70 лет. Кто-то построил дом, кто-то построил там гараж. В 2014 году мы уже получили повестки в суд о том, что все незаконные строения будут снесены. А из законных у всех две либо одна комната с печным отоплением и ничего более. В непростом положении оказались порядка 150 жителей подсобного хозяйства, которые не раз обращались за помощью в инстанции разных уровней. Однако вопрос принадлежности трех гектаров земли по-прежнему остается открытым. Несколько лет назад был запущен процесс передачи домов на баланс муниципалитета. Однако сейчас за городом числится лишь одно из 16 строений. Они не были оформлены должным образом. И сегодня в силу передачи от одного ведомства к другому возникли проблемы и угроза утраты ими вот этих вот наделов. И мы по этому поводу вступили в контакт с руководством санатория «Искра» и в дальнейшем с Министерством внутренних дел. Константин Затулин направил официальный запрос на имя замминистра внутренних дел Виталия Шулики, в котором просил рассмотреть возможность формирования придомовой территории с последующей ее передачей жильцам. На приеме граждан решались и другие вопросы – защита зеленых зон от неконтролируемой застройки, жилищные проблемы и жалобы сочинцев на работу в социальной сфере. Всего же в приемную Константина Затулина обратились более 20 человек. И к другим новостям. Что общего между успешным бизнесом и правильным питанием, делам и еде нужно уделять время? О том, как предпринимателям оптимизировать свое время через организацию системы питания, шла речь на семинаре в Торгово-промышленной палате Сочи. Крылатая фраза Гиппократа «Ты есть то, что ты ешь» уже прочно вошла в лексикон ценителей здорового образа жизни. О правильном питании говорят все – от академиков до экспертов-самоучек, готовых дать массу советов по правильной наполняемости вашей тарелки. И что самое интересное, каждый будет по-своему прав, ну а тот, кто ищет, найдет для себя оптимальный вариант, подходящий под индивидуальный режим. На самом деле, правильное питание – это корректно собранные пищевые пазлы, в которые входят еда, вода, сон и необходимые минералы. Все это в совокупности позволяет насыщать, поддерживать и восстанавливать организм в течение 24 часов. Чем и как правильно питаться, как часто пить воду, когда делать перекусы и чем лучше заморить червячка и при этом не набрать лишний вес – ответы на эти вопросы сегодня услышали сочинские предприниматели. Лекцию провела организатор 23 клубов здорового образа жизни. Наша задача наших клубов здорового образа жизни – это дать людям информацию. И дальше они уже применительно с помощью наших тренеров по питанию начинают воплощать в жизнь. У нас есть школа питания, группа поддержки раз в неделю, куда люди могут прийти на пробное первое занятие совершенно бесплатно, посмотреть, понять, что им это нравится, записаться на курс школы питания. Второй формат – это вот такие выездные. На семинаре слушатели узнали много нового. Например, что отказ от завтрака может привести к диабету. По той же причине от чашки кофе с утра и каши лучше отказаться. Ароматный напиток, конечно, придаст бодрости, но вместе с тем осушит организм и поднимет уровень сахара в крови. Идеальное время завтрака по биологическим ритмам в 7-8 утра, а ужинать можно и после 6, если поздно засыпаешь. Завтрак, критерии к нему должны быть такие. Он должен быть легкоусвояемым. Почему? Жидким. Потому что с утра организм еще не проснулся. У него еще нет сил и энергии для того, чтобы переваривать тяжелую пищу, например, как мясо, несколько, 5-6 часов. Он не справится. Каша тоже не очень подходит, потому что углеводный продукт, и в связи с тем, что мы когда съедаем кашу, это не совсем сбалансированное питание, потому что там нет белков практически. Это источник углеводов. И клетка получается что-то получает из углеводов, но она не получает белков. А мы состоим все из белка. Это наш основной строительный материал. Ну, это если говорить про завтрак. Если немножко углубиться дальше в режим дня, то самое важное, хочу сказать, после завтрака на втором месте стоит, это водный режим. Нужно научиться воспитать себе водную привычку. Выпивать. Есть суточная норма у каждого своя человека, сколько он должен выпивать в течение дня. Ужин. По-хорошему, циркадный ритм, мы должны ложиться где-то там в 9-10 вечера. Это в идеале. Но, к сожалению, у многих так не получается. И они ложатся после 12, кто-то в час, кто-то в два ночи. И, конечно, здесь встает вопрос, должен быть поздний перекус обязательно, потому что нельзя, чтобы человек в 6 вечера поел и до часу ночи по дому ходил-ходил, ничего не ел и голодным лег спать совершенно. Ну, это неестественное состояние для организма. Сучинские предприниматели после семинара решили прислушаться к советам и задуматься о своем рационе, а значит и здоровье. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Сочинском онкодиспансере проведут день открытых дверей. 30 ноября сочинцы старше 18 лет могут бесплатно пройти обследование в рамках профилактического проекта «Кубань против рака». Выявление рака на ранних стадиях, когда болезнь успешно поддается лечению, одна из приоритетных задач нацпроекта здравоохранения. Именно поэтому врачи приглашают на регулярные профилактические акции, выездные консультативно-диагностические приемы онкологов, а также диспансеризацию. Благодаря проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» к 2024 году смертность от рака должна снизиться на 5,4%. Проект предусматривает значительное дооснащение онкодиспансеров и открытие центров амбулаторной онкопомощи. Мы в плане профилактики онкологических заболеваний проводим в день открытых дверей. Это по различным локализациям. Это у нас бывают заболевания молочной железы, профилактика заболеваний молочной железы, женское здоровье, гинекология, опухоли головы и шеи. Все, что есть в организме, мы это рассматриваем. Также существуют международные дни борьбы с онкологическими заболеваниями, такие как дни борьбы с меланомой весной и дни борьбы с опухолями головы и шеи. Это всемирные такие мероприятия, которые проводятся по всем мире. Проводятся итоги, проводится анализ этого всего. Ну и дальше. Для чего это делается? В основном мы это делаем, вот эти дни, эти двери, по выходным дням, потому что жителям города порой бывает некогда, потому что работают, потому что какие-то другие заботы. Ну и, соответственно, в выходной день люди могут прийти, мы объявляем это заранее, обычно это два раза в месяц делаем. У нас недавно проходил по заболеваниям, гиалактические заболевания. У нас полноценные приемы идут по выходным дням, когда мы проводим эти дни, когда мы проводим эти дни. Полноценные приемы, люди приходят. Самое главное, что тут идет выявляемость заболеваний, как хронических, как фоновых, как предраковых, так и онкологических. Последний раз, когда мы проводили женское здоровье, профилактика, не открыли поду женского здоровья, у нас было выявлено 8 человек с заболеванием, онкологическим заболеванием. То есть, причем, слава богу, это ранние стадии. Плюс фоновые заболевания, и около где-то, предраковые и фоновые, где-то порядка 70 человек, не говоря уже о хронических заболеваниях каких-то. То есть, чем раньше человек обратится, тем быстрее эффект наступает в лечении, быстрее мы начнем лечить, и быстрее он вылечится, из лечения будет у него. Ну, как Вы говорите, регулярные обследования, да, это важная часть профилактики. Может быть, назовете группы риска? Вот какие существуют для макозаболеваний? Вот кому нужно чаще всех проверяться? Группы риска, ну, это люди, которых, допустим, что касается кожи, это со светлой кожей. То есть, как бы такие вот светлые, там, беловолосые, рыжеволосые люди. То есть, у них подвержены, именно они чаще всего подвержены заболеваниям кожи и таким заболеваниям, как меланома. Меланома. Люди, которые курят, это заболевания легких. То есть, им нужно регулярно проходить рентген легких или компьютерную томографию. Это люди, которые страдают с желудочно-кишечным трактом. Это либо частый жидкий стул, либо изжога, как в народе говорят. Либо еще какие-то затрудненные, там, дефекации и так далее. Нужно проходить колоногастроскопию один раз в год. Факторы риска сейчас, они сами по себе, они по возрастным, по возрасту тоже подразделяются. Это и молодой возраст, молочные железы женщины должны показывать два раза в год. То есть, консультироваться у мамолога, либо у нас два раза в год. Для того, чтобы определить, ну, не пропустить никаких там неприятностей. Также, если что-то человек обнаруживает на себе, то же самое. Вот, что касается гинекологии, это нарушение всевозможных, ну, будь бы, менструального цикла. Это какие-то дисфункциональные там кровотечения, это какие-то болевые синдромы. Вот это факторы риска, которые говорят о том, что нужно обратиться. То есть, любой, какая-то хроника какая-то, она должна рассматриваться через призму онкологии. А что касается такой, опять же, профилактики, которая связана непосредственно с самим пациентом, должны ли люди наши, жители, они должны при наличии каких-то подозрений, то, что у них возникает, это связано либо с желудочно-кишечным трактом, какая-то непонятная ситуация со стулом там, или наоборот, какая-то непонятная ситуация с, ну, с желудком там, проблемы какие-то. Они должны обращаться к врачу по месту жительства. Сами обратиться. Либо образование какие-то на коже, либо пациентки, которые обнаруживают какие-то образования в молочной железе. То есть, все это должно человека настораживать. И он должен пойти и дальше пройти обследование. Почему? Потому что, если это хроническое какое-то заболевание, оно лечится. Там либо острое заболевание, либо еще что-то. Если это даже какая-то, не дай бог, болезнь, связанная с нашим, онкологическая, то лучше это выявить на ранней стадии или на предраковом, на предраке. Это лечится, и качество жизни у человека не меняется. И для самого пациента это лучше, и для семьи лучше. И вообще прогноз наиболее благоприятный. И сами люди, они быстрее адаптируются к социальной среде и выходят на работу. То есть, они как были, так и осталось. Это лучше, вот опять, это как бы индивидуально. Сами люди должны смотреть. То есть, есть симптомы, нужно идти на диагностику? Не думая ни о чем. Не думая. Правда, ничего не бояться, нужно идти. Тем более, для этого сейчас все существует. Также к профилактике относятся и вредные привычки, которые есть. Это курение. Это неправильное питание. Это, допустим, какие-то стрессы. Но непонятное дело, что от них никак не избежать. Многие пользуются сейчас искусственным загаром, солярией и так далее. Безумно пользуются солнцем. Не понимая то, что есть, могут быть какие-то образования на коже. Лучше сначала проконсультироваться с онкологом, либо с хирургом по месту жительства. Посмотреть, что там, как там, где там. Что это за образование. Может быть, вовремя удалить. Солярий может спровоцировать рост заболевания, как только внутренних органов. Это касается щитовидной железы, это касается молочной железы. Это касается гинекологии. То есть кожа это прежде всего. На первом месте у нас рак кожи. На первом месте это, естественно, южный регион. И это, естественно, что рак кожи – это первое место. Второе место у нас занимает молочная железа, потом рак легкого, потом желудокишечный тракт. Дальше гинекология, ну и так далее по нисходящей. Мы много дней проводим, мы выступаем и по телевидению, и по радио. Много говорим об этой профилактике. И все время у нас и весной, и летом мы предупреждаем людей, чтобы не злоупотребляли солнцем. Субботник по средам. Жители сочинского микрорайона Макаренко решили завести новую традицию. Активисты регулярно проводят здесь экологические акции. Субботники больше внимания прежде уделяли верхней части парка. Теперь же решено еженедельно наводить порядок в нижней части леса. Активисты собираются по средам в 9 утра. Это несложно, а потратить полчаса, чтобы привести в порядок парк. Но очень важно, отметили представители группы активистов. Напомню, парк имени 80-летия Краснодарского края был открыт два года назад. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского для обеспечения безопасности, там планируется установить камеры наблюдения. Работы будут проведены до конца года. Присоединиться же к активистам можно в социальной сети ВКонтакте. Группа «Парк на Макаренко». Стала известна дата написания декабрьского итогового сочинения. Сочинение, которое является допуском к единому госэкзамену, школьники будут писать 4 декабря. Итоговое сочинение проводится во всех школах России в один и тот же день – в первую среду декабря. Сочинение оценивается по принципу «зачет-незачет». Школьники, не справившиеся с работой, могут исправить ситуацию. Им дается еще две попытки – 5 февраля и 6 мая. Работа будет проверяться на соответствии теме и самостоятельность написания, на грамотность и качество речи, насколько выпускник смог аргументировать свое мнение, используя прочитанную литературу и насколько логично выстроен текст. Немаловажен и объем сочинения. «Незачет» автоматически ставится, если в нем менее 250 слов. При этом следует помнить, что приемные комиссии вузов не рассматривают работы, в которых менее 350 слов. Абитуриент за качественно написанное сочинение может получить дополнительные 10 баллов к результату ЕГЭ. Тематика сочинения известна с начала учебного года. Выпускникам предложат поразмышлять над такими проблемами. «Война и мир», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Надежда и отчаяние», «Он и она». Конкретные темы при этом станут известны только в день написания сочинения, за 15 минут до начала. На работу отводится 3 часа 55 минут. Процедура написания итогового сочинения максимально приближается к процедуре проведения ЕГЭ. Для организации всего этого мероприятия формируется независимая муниципальная комиссия по проведению итогового сочинения, комиссия экспертов по проверке сочинения. Вот это порядка тысячи педагогов нашего города 4 декабря будут обеспечивать проведение итогового сочинения. В обязательном порядке пишут выпускники этого года, имеют право писать сочинения и студенты СПО, и выпускники прошлых лет. Результаты экзамена, который является допуском к ЕГЭ, в личных кабинетах выпускников, должны появиться до 20 декабря. Книги, монеты и штык-нож. Музей истории города пополнился новыми экспонатами. 9 предметов, которым более века передали в музей таможенники. Культурные ценности были изъяты на границе с Абхазией и в аэропорту. Подробнее расскажет Ольга Десятого. Книги, монеты и штык-нож в музей привезли бережно упакованными. А вот бывшие обладатели этих предметов не относились к культурным ценностям так внимательно. Например, эти сборники стихов Верлена и Кольцова через границу житель Абхазии пытался провести в багажнике. А эта монета номиналом в 5 копеек выпущена во времена Екатерины II в 1775-м. Ее изъяли в аэропорту. Там же и вот эти две копейки из 1913-го. В Сочи монету попытался ввести житель Израиля. Уверял, она не имеет никакой ценности. Экспертиза показала обратное. Все предметы культурной ценности подлежат декларированию как привозе, так и привывезе. А также необходимое решение Министерства культуры, которое является основанием для перемещения предметов культурной ценности, возраст которых более 100 лет через таможенную границу таможенного союза. Также сегодня в музей был передан и штык-нож к винтовкам и карабинам образца 1923-го года. Это антикварное холодное оружие. Его тоже изъяли на границе с Абхазией. Сейчас пройдет прием-передача. Дальше будут оформлены научные паспорта на эти предметы. Им будут присвоены отдельные номера. И в дальнейшем будет проведена регистрация в госкаталог музейного фонда Российской Федерации. Стоимость всех предметов по оценке экспертов 50 тысяч рублей. Исходя из суммы будут рассчитаны и штрафы нарушителя. Плюс административная ответственность. Кстати, таможня пополняет не только коллекции музеев. Три года назад в храм в Олимпийском парке таможня передала 8 икон. Они были конфискованы на границе. Россиянин вез их в Абхазию в обычных дорожных чемоданах. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочи вошел в рейтинг самых кошачьих городов страны. В ноябре исследовательская компания Zoom Market провела социологический опрос. В нем приняли участие больше 2,5 тысяч респондентов из 22 городов России. Выяснилось, что большинство россиян, 66% опрошенных, предпочитают заводить в качестве домашних питомцев кошек. Треть респондентов держит собак, а 5% других животных. Оказалось, что наибольшее количество кошек держат жители Астрахани наименьшее в Махачкале. Сочи в этом рейтинге на 8 месте. До встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск Новосибирск